смотрите купила вот этот вот раскон росконды и реес он без всего то есть он его я разрежу и добавлю туда чиз чиз крем вот он 4 евро стоил видите без всего так что вот именно мне то что надо было потому что самой печь это конечно в 4 евро с труда не уложусь потом ходила я искала эти агенду то есть вот этот вот ежедневник и нигде нет представляете валькампу правда был но он там 13 евро нахрен надо и потом я вспомнила что в киосках продают журналы к этим журналам к некоторым прилагается там всякие знаете безделушка и я вот вспомнила что в прошлом году или позапрошлом как он то видела что там именно вот журнал их нему прилагался этот вот ежедневник там есть шапками подарки и вот представляете прихожу в киосок в киоск вот этот газетный спрашиваю мужчин говорю есть у вас когда-нибудь какой-нибудь журнал журнал ты тела я какая-то не знаю тела тела не знаю что это журнал такой и вот там был ежедневник он говорит а вот есть и вот тут вот чтобы не отмечать кто за на записи кто еще где в общем понятно да вот и журнал стоил 550 то есть у меня и журнал будет сейчас посмотрю почитаю если есть что интересное и вот такой ежедневник потом зашла купила свои любимые конфеты но они даже не конфеты это как десерт такой потому что это как птичье молоко я вам показывала много раз пару рубль 50 стоит вот и валди купила личи личи у нас насколько на 2 евро вытянул полкило литре 50 вот этот вот раз утром розконды де рейс и чуть купила еду в магазине специально беру такая один пакет а он там видимо разорвался и все начало сыпаться и там как раз рядом девушка его смотрите у вас порванный пакет она да вот другой есть его да я просто вам говорю чтобы вы знали что что потому что горе придет кто-нибудь и тоже его схватит и вам тут на на мусоре скажем так она такой спасибо спасибо вроде бы тут все вкусе все должно быть ему вкусненько для ему вчера правда на ночь яблочко дала насыпала еды хочу я ее отнесу так и все больше я ничего не купил мне сегодня вечером наверное надо будет идти к бухгалтеру и поэтому по магазинам прошвырнусь вечерком а еще я вчера начала снимать вот это вот все украшение дед мороз тут потому что что-то мне уже надоел новый год о яблочко кушает видите кушает яблочко да и поет надо вот это вот убрать у него в общем надоел мне уже новый год будет скоро у меня прям расцветет везде это герань а сегодня вообще какое число я даже не знаю пятая четвертая где-то как я говорю устрою себе выходной так у нас среду и так выходной у всех праздниками уже голова кругом вот а еще у нас но это потом все по порядку что я буду все равно вы не запомните я сама-то не запоминаю так надо сейчас чуть-чуть туда подвесить в подвешенном состоянии у меня нравится больше и ему как бы так свободы наверно больше и естественно убрать вот это все безобразие да что такое что водичку надо вот так сделать купаться он сейчас уже не купается холодно не убрать эти гирлянды нафиг лучок смотрите как у меня лучок кто тут такой ходит что-то там нюхаешь пока котлеты жарятся пасть повесила машинку стиральную точнее белье и хотя хозяин сосед что-то там дело они же переезжают отсюда что-то он там котлетки мои готовы я вчера салатик сделала с красной свеклой очень люблю его после селедки под шубу оставался оставалась красная свекла и это просто очень вкусненько и вот сейчас я забацаю котлетки и салатик всем приятного аппетита кстати котлетки очень похожи на те но горячим все таки в столовских было наверное еще больше хлеба но правда они вкуснее с хлебом представляете кто бы мог подумать обалдеть вы знаете у меня муж странное существо хотя наверное большинство испанцев такие они странные потому что например он не ест котлеты пахнут как раньше но он есть гест гамбургер поэтому я ставила ему мясо сделаем у поджарю гамбургер вот вот с такой булочкой кстати мне это очень понравились булочки но как они не совсем булочки скажем так потому что я знаете в гамбургере люблю вот эти вот огромные булки то есть хлеб много хлеба я так не люблю а вот эти вот самое оно прям не суперски ты что так замерзла чаю надо попить сняла тикток кстати он как-то закрывается по своему ну надо же о деревня тут же написано как закрывать а я пакетик положила чтобы не заветрились а тут все придумано смотрите-ка а я деревня березовка да кстати я с деревни я вообще не понимаю когда вот деревня и деревня до выросла в деревне какое было детство блин я сама себе завидую какое у меня было детство я вот девчонками городскими разговариваю они мне завидуют потому что блин а у нас этого не было у нас этого не было зорницу играли по полям бегали вы знаете поля пшеницы бегаешь а она потом одежду нужно было выбрасывать потому что пшеницы она же колючая вот такая вот ломалась едалась в одежду и все ты больше ее никак не очистить ее только выбросить ну какой это был кайф поэтому когда говорят о деревня и отвлеклась в общем вот с такой булочкой сделаю и наверное картошку подшарю у меня еще есть моцареллка вот такая вот мини моцареллка я сейчас делаю знаете такие же канапе наверное называть да с карле де мембрио мармелад айвовый и чтобы потому что моцарелла начинает пропадать просто вот так достаю зуботычки блин стилю хотел купить ну там такая очередь была в этот магазин что думаю мама вечером схожу я я ненавижу стоять в очередях вот просто не перевариваю тупо стоять в очереди за чем-нибудь меня это бесит мармелад берем и сейчас забацю что-то ветер у нас наверное поднялся опять дует такой мармелад из айвы этот брат двоюродный нам давал мужа он тоже делает обалденный мармелад и вот надо его сейчас забацать все 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 и мы так их быстрее поедим потому что моцарелла пропадает пропадаю я вот сейчас покажу без него без него кис моцарелла кису и мармелад вообще этот мармелад едят с кесо фреско но это типа адыгейского сыра пришел попрошайка мне чали тебе это нельзя но с моцарелла тоже очень вкусно так сделаю не будет такой вот обед у мужа так мне еще четыре моцарелки осталось а это не обед это будет десерт такой смотрите он какой вообще не так легко варить этот мармелад а потому что он может получиться как варенье там нужно строго соблюдать пропорции сахара и пропорции вот этого вот айвы а иначе у вас получится просто варенье у меня получается варить но я в роботе варю нашла тоже как это про методом проб и ошибок у меня все получается ладно буду сейчас чай пить греться что-то замерзла что делала не знаю он же все 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 разболелся сейчас звонит бабушка такая интересная она ну клиентка какая-то и она мне значит минут двадцать объясняла кто она а я знаете по именам у меня с именами труба я вообще не помню кого как зовут нет я не знаю и дни рождения я тоже нифига не помню и вот она мне объясняла кто она минут 15 вот и там еще и дедушка подсказывал сзади фоном что-то там это я и я короче я уже надоело мне и слушать я говорю да ладно ну говорю что вы хотели она она такая идет я слышу говорит и химию покраситься подстричься все бабушка такая ему отвечает да нет это нельзя все в одно время делать короче они там еще минут 15 между собой разговаривали я значит тут на телефоне вешу и что мы хотим играться вот так вот вечерами не ходит на улицу давай ему играйся она такая значит я говорю да хорошо говорю что вы хотели то она такая ну как что химию типа такой вопрос дурацкий чё ты мне его задаёшь то во сколько я могу прийти ты говорит в 10 же открываешься я говорю да в 10 говорю но у меня есть девушка на покраску так что приходи в 10 15 ну ладно хорошо я тогда в 10 подойду ой блин зачем ты спрашиваешь во сколько приходить я говорю как хочешь говорю но в 10 у меня женщина на покраску все равно придется ждать ну ладно такие они смешные эти бабушки в общем она начала меня вот я пепа такая-то такая-то ты вот не знаешь я говорю не не знаю она такая ну вот я той-то родственница вот она к тебе ходит не знаешь я говорю не я не знаю ну как же вот я вот та-та-та-та да вот той-та-та я говорю не важно говорю кто вы говорю завтра придете увидим говорится говорю вспомню ладно это обсудили и смех и грех ой не могу смешная такая позвонила сейчас в этому врачу хотел сказать хирургу просто хистор по-испански бухгалтер ну не совсем бухгалтер общем хистор и в общем он говорит к 7 я буду на работе такой лапочка и я к нему пойду к семи ну я пойду пораньше по магазинам прогуляюсь смотрите какая милота милашка моя сладкая иди целоваться иди поцелуемся на камеру иди поцелуемся иди иди давай поцелуемся покажи какой ты ласковый да 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 поцеловались поцеловались пути головались на камеру да да мое счастье такое любит чесаться чтобы его чесали вот так чесать вот так вот оксанка хотела в отпуск уйти а нельзя а нельзя но это хорошо потому что потому что я знаете что переживаю в среду дожди будут и аж и среду и четверг и пятницу и субботу думаю радость моя радость так что надо надо этих дней подзаработать маленечко если честно это какое-то сумасшествие потому что магазины очереди стоят представляете я еще думаю в любой вот пойдите в какой любой вот woman secret видите очередь стоит спринфельд очередь в прямо примор очередь пипец все ходят все блуждают вообще у нас скидки кое-где уже начались но больше наверное пока нет я даже никуда не захожу потому что я говорю очень я стоять не люблю это бред какой-то внутри завтра просто короли день королей все подарки дарят друг другу тут тоже народу смотрите сколько толпами все трындец капец и скидки до так любом магазине темно где включается свет свет чарли виде меня так упор не вижу тут короче я когда выходил чарли так выбежал на улицу и он так хотел на улицу я по естественного не взяла да да вот а сейчас пришла говорю чарли пошли на улицу он прям выбежал он обычно всегда обижается и не встречает меня когда я куда-то прихожу а тут выбежал говорю пойдем на улицу и он так обрадовался да мини не и чё испугался лифта что-ли по-моему и каковремитик так что я сейчас ему тут немножко тут около дома погуляю наверное до первого выстрела и все да побежали гулять пойдем гулять скорее пошли гулять моя рыба сладкая хотя у нас тут холодрыга такая да тут покружимся немножечко и хватит ему а то он сегодня целый день не гулял целый день сидел дома я могу опять забыла в твою дивизию пойду в машине возьму маску все на меня будут смотреть знаете не из-за того что что-то кто-то ну будут смотреть нафиг нет на короче как всегда из-за уважения к обществу как иначе я не могу иначе о смотрите что у нас тут такое происходило нифига себе а когда это такое случилось то обалдеть я что-то пропустила хорошо что моя машина тут не рядом не стояла потому что я ее здесь подпалили но надо же а я не слышала не слышала ни машин что тут пожарки нифига себе полыхал то наверное кто-то кому-то поджег ну надо же это да удивительный вопрос чарли тут бегает на кого-то погавкать там ребятишки играют и он пытается с ними тоже поиграть это не совсем прям рядом с моим дома эта машина никогда не ставлю но все-таки страшно у нас спокойно поэтому удивительно что так 1 2 байнаки чарли бей ну все друзья я сейчас пойду умываться мне понравился как я покрасил накрасилась вот и отдыхать с вами я буду прощаться в лифте всего самого лучшего и всем пока пока чарли скажи пока пока пока